Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Неделя спорта». Обо всех важных событиях студенческого мирового спорта расскажу вам я, Владислав Сергеев. Давайте начнем! 22 ноября в Дворце водных видов спорта состоялись полуфинальные и финальные заплывы в рамках чемпионата России по плаванию. О том, как прошел последний день состязаний и кто же завоевал титул чемпиона России вам расскажет Марина Вахрушева. Яркими победами и новыми мировыми рекордами завершился последний день чемпионата России на короткой воде. 14 комплектов наград было разыграно между сильнейшими пловцами из разных регионов России. На дистанции 50 метров вольным стилем среди женщин с результатом 23,79 секунды победу одержала Розалия на Срединова. Свой полуфинальный результат спортсменка обновила, уснивив новый рекорд России. Ранее Розалия выиграла золото на дистанции 50 метров баттерфляем. Уступив 0,05 секунды спортсменки из Санкт-Петербурга взяла серебро на 100 метров в дистанции вольным стилем. Главными претендентками на золото на дистанции 200 метров вольным стилем среди женщин были две тезки. Дарья Устинова из Санкт-Петербурга и Дарья Устинова из Екатеринбурга. Петербурженко призера не попала, заняла девятую позицию. Бронсен досталась представительница Свердловской области. Но улучшенной дистанцией стала Виктория Андреева с результатом 1,55 секунды. Признается, что расслабляться некогда. Впереди серьезные старты. Поеду выступать за своей армию ЦСКА в соревнованиях, а не в одно и то же время. Поэтому там цели ставятся на большую воду, потому что в короткой воде для меня это тяжело, я не умею плать в ней. Это прям мучение для меня. Ставлю на длинную воду. Мы сейчас готовимся к нему и надеюсь показать там высокие результаты. На дистанцию 100 метров комплексным плаванием среди мужчин лидировал Сергей Фесиков с результатом 51,22 секунды. В этот же день спортсмен завоевал серебро в комбинированной стафете 4 раза по 100, где он представлял команду Калужской области. Результат очень достойный. Это самые быстрые секунды без гидрокостюмов, которые я показывал за всю историю. Когда я ставил рекорд миром, я еще плыл в неопреновом костюме. Поэтому 51,20 – это очень серьезный результат. И я надеюсь, что есть еще какой-то запас на чемпионат Европы и на дальнейшее. Поэтому с надеждой и верой в будущее будем стремиться улучшать этот результат. В этот вечер Сергей Фесиков рад вдвойне. Для него это день семейного золота. Его супруга Анастасия Фесикова стала лучше на дистанции 50 метров на спине с результатом 26,61 секунды. Последний раз спортсмены вместе завоевали золото на чемпионате Европы в 2011 году. Но тогда еще женаты не были. Сейчас мы думаем только о том, как быстрее вернуться домой, потому что нас ждет сын. И он уже очень соскучился, он очень счастлив и доволен нашим выступлением. Отметим, что Республику Татарстан на чемпионате России представили 67 спортсменов. Они завоевали 6 медалей, 3 бронзовых и 3 золотых. Лучшие плавцы по итогам соревнований примут участие на чемпионате Европы, который пройдет в Дании с 13 по 17 декабря. Марина Вахрушева, Владислав Сергеев. Неделя спорта. 23 ноября в культурно-спортивном комплексе «Уник» состоялся баскетбольный матч в рамках Ассоциации студенческого баскетбола между сборными Казанского федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. 23 ноября на площадке спортивного комплекса «Уник» состоялся матч чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола между женскими командами Казанского федерального университета и Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. В первой четверти инициативой завладели студенты Поволжской академии, обогнав своих соперников на 8 очков. Команда федерального с большим трудом начала догонять, но полностью выровнять игру им не удалось. Первая четверть закончилась со счетом 19-14. Второй тайм ознаменовался жесткой борьбой между обеими командами. Академия держала свою планку, но сборная КФУ не отставала. Нужно учесть, что команда Академии делала больше замен. Академики снова впереди с небольшим отрывом. Итог второй четверти – 28-22. К концу игры чувствовалась усталость федерального университета, поскольку академики с легкостью обходили зонную защиту, которую придерживались федералы, и забивали из-под кольца. На протяжении всей игры команду федералов вытягивала разводящая Елизавета Хусанова, которой пришлось играть как в защите, так и в нападении. Влады – потенциальные игроки, у которых все впереди в будущем. Они очень много тренируются, и у них по две тренировки в день. Они сильнее нас в плане физическом. Но я считаю, что мы могли бы на опыте сегодня выиграть, но физической подготовки немного нам не хватило. Во второй половине матча КФУ поменял тактику игры, перейдя зоны защиты в личную, где каждый игрок закрывал определенного соперника, благодаря чему они смогли догнать академиков. Федералы продемонстрировали совершенно другой уровень. По владению мячом она стала равной, а по фолам – более чистой. Но тут сборная академии снова произвела замену и обогнала федералов. Ну, победа на самом деле действительно важная. Мы заявились с двумя командами. Мы считаемся лучшей академией. И наша задача – доказать, что мы действительно лучшие, и каждая победа нас очень значит. Мы готовились на протяжении двух месяцев, с начала учебного года. Это ежедневные тренировки. Действительно, нужно было очень много работать, потому что девчонки новые, первокурсницы. Усердно работали, ничего более. Обе команды показали отличную игру с конечным счетом 55-48 в пользу Государственной Академии. Диана Цярт, Тимур Файзулин. Неделя спорта. С 21 по 22 ноября в шахматной школе имени Нижмеддинова состояла спартакиада высших учебных заведений по шахматам. Итоги соревнований для вас подвел Иван Евсеев. 21 и 22 ноября в шахматной школе имени Рашида Нижмеддинова прошла спартакиада по шахматам среди студентов высших учебных заведений Республики Татарстан. За победу боролись более 60 спортсменов из 15 вузов региона. В последние годы наши студенты в соревнованиях по шахматам занимают лидирующие позиции. Не стал исключением и этот год. Собрав всех лидеров на данный турнир, команда смогла завоевать серебряные медали, при этом набрав 18 очков. В честь Казанского федерального университета отстаивали недавние триумфаторы Всероссийского фестиваля студенческого спорта. Куликов Алмаз, Сайранов Талгат, Бакунина Альбина и Мухаммед Галеева Раиля, которые представляли Институт математики и механики, а также Институт вычислительной математики и информационных технологий. Наша команда уступила лишь один раз. Стоит отметить, что в команде соперника присутствовал Грессмейстер и спортсмены, имеющие международные звания мастеров спорта. Есть уровень, который студенты преодолели в течение многих лет уже по профессиональному, по спортивному мастерству. В шахматах они достигли гроссмейстерских и мастерских показателей многие. И от нас, от наших соревнований выросли гроссмейстеры Ильина Артем, Аскаров Марат, Артемьев Владислав. Сейчас, в данный момент, сильнейший на этом турнире гроссмейстер играет. Он недавний победитель первенства России по быстрым шахматам в лицу в составе команды. И личный результат у него хороший. В общем-то, надежда на шахмат. В первой группе второй год подряд одержала победу команда Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма. Во второй группе победила команда Университета управления ТИСБИ. Поздравляем всех победителей и призеров соревнований. Иван Евсеев, Неделя спорта. 20 ноября в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось открытие студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан, где выступили такие команды, как Казанский федеральный университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет. О том, как прошел этот матч, вам расскажет Зарина Хисанова. 20 ноября в стенах культурно-спортивного комплекса «Уникс» в рамках студенческой волейбольной лиги состоялся матч между сборными командами Казанского федерального университета и Казанского государственного архитектурно-строительного университета. С первых минут игры команды поочередно забивали мячи за мячами. Но стоило федералам немного расслабиться, как архитекторы стали доминировать и бить в самое уязвимое место соперника – подсетку. В конечном итоге КФУ все же опередила игроков другой команды на 8 очков. Первая партия закончилась со счетом 17-25. Вторая партия особых сложностей для игроков команды КФУ не представляла и проходила как по сценарию. Продемонстрировав свое желание к победе, федералы одолели противников со счетом 25-19. Следующий временной отрезок проходил по-настоящему в напряженной обстановке – как для игроков, так и для зрителей. После двух неудачных партий команда КГСУ продолжала уступать федералам. В середине игры КФУ занимал лидирующие позиции, а под конец архитекторы, изучив тактику противника и осознав свои преимущества, смогли вырвать победу. Разрыв составлял всего несколько очков. Партия закончилась со счетом 25-22. Настроившись в перерыве на победу, КФУ в четвертой партии, благодаря наставлениям тренера, сумела вырваться вперед. Начало сезона, с позитивного момента начали, проигрывая в четвертой партии 5-6 очков, догнали, привили мужской характер, что ранее было несвойственно КФУ. И выиграли партию и игру. Результат 28-26. Матч закончился со счетом 3-1 в пользу федералов. Зарина Хисанова и Лина Маликова. Неделя спорта. 22 ноября в спортивном комплексе Тезуче состоялся волейбольный матч в рамках студенческой волейбольной лиги Республики Татарстан. Выступили сборные Казанского государственного энергетического университета и Казанского федерального университета. О том, кто взял верх в этом состязании, вам расскажет Луиза Хубатулина. 22 ноября в спортивном комплексе Тезуче в рамках студенческой волейбольной лиги состоялся волейбольный матч между Казанским федеральным университетом и Казанским государственным энергетическим университетом. Уже в первые минуты игры федералы предемонстрировали резвое начало. Но уже в середине первого отрезка игры энергетики смогли перехватить инициативу. Тем самым сначала им удалось догнать, а затем и опередить соперника. Первая партия закончилась со счетом 25-22 в пользу Казанского государственного энергетического университета. Начало второй партии было абсолютно схоже с началом первой. КФУ также резво начал, но затем энергетики смогли сократить отставание. Федералы вовремя осознали, что нужно приложить как можно больше усилий и уже все оставшееся время занимали ведущее положение. Счет второй партии составил 25-22. Удачи теперь на стороне Казанского федерального университета. Третья партия показала самоуважение, настойчивость, упорство федералов и безошибочные советы их тренера. КФУ постоянно доминировал над энергетиками и не давал в целом проводить атаки в свою сторону. Итог 25-19. Казанский федеральный университет увеличивает преимущество в счете. Четвертая партия для федерального университета стала завершающей. КФУ по-прежнему продолжала занимать лидирующие позиции на протяжении оставшихся временных границ. И тем самым довел счет до победного. Результат четвертой партии 25-20. Матч закончился со счетом 3-1. Без спор на победу одержала сборная Казанского федерального университета. Луиза Хобатулина, Алина Бакирова. Неделя спорта. Ну а тем временем нам пора прощаться. С вами был я Владислав Сергеев и это программа Неделя спорта. До свидания.